Насчет квартиры вам что-то обещали, нет? Обещали. Нам уже сказали, что мы получили. Кто сказал? А вот все, кто спрашивал, говорят, вы уже получили квартиру на элеваторе. Но только мы же вот в этой развалюхе. А откуда такая информация вообще взялась, что у вас квартира на элеваторе? Не знаем. Уже соседи все говорят. Говорят, вы же должны уже были уехать. Ага, мы уехали до сих пор. Мы вообще хотим снимать квартиру сами уже. Потому что никаких условий, ничего, ни помощи, ничего нет. Как было, так все и осталось. На элеваторе вам никто квартиру не предлагал, получается, да? Это вы услышали от других людей, да? Да, да. Вот соседи, я крест с водой ходила, и вот этот сосед вот у нас вот рядом живет. Он говорит, а вы что, еще не уехали? Вам же квартиру дали. Я говорю, кто нам дал-то? То есть все это оказалось слухами, да? Да. А вообще вот предлагали так, шел раз, шел раз. Нет, нам просто говорили, что могут дать квартиру, когда мы были на передаче. Что нам помогать будет, но помощи пока никакой нет. Нет, посылки присылали, вот помощь была, вот, людей. А так остальное все осталось на одном месте. Только дети в разных странах, и все. Ну как, по-вашему, это правильное решение, в принципе, что сейчас? Нет, неправильно. Вот мы хотим снимать это сами дом или квартиру и забирать детей. Нам сказали, будут у вас условия, вам детей отдадут. А так пока зигов никаких. Ну вот если уж честно говорить, то маленькие дети в таких условиях, ну лучше, наверное, им сейчас в приюте, вот так вот, если уж. Ну если да, ну вот так вот, с одной стороны, да. Но все равно, матерям-то какого. Но дети сейчас в государственном счету, скажем так, да? То есть от вас никакой финансовой поддержки, по крайней мере, им не требуется, да? Нет, ну Ольга ездит к ним туда каждый раз. Сладости от вас? Сладости, да. Они не обижаются, никто. Их навещают постоянно. Мальчишка-то у вас постоянно сбегала из школы, больше не сбегает? Нет, учится. Тот, которому как раз мячик, да, прислали? Ему уже столько посылок с мячами прислали. Да ему уже их туда отправили, ему мячи, это... Футбольные мячи, да? Да, отвозили, он их там кому-то дарил, потом звонит опять, мы ему опять мячи привозим. И так вот уже почти все мячи раздарили. Тоже не могу ездить, потому что болею. А как часто вообще ездите к нему? По выходным после школы. А вы еще и учитесь, да? Да. Вы в каком час классе? Одиннадцатый. Класс. Дальше что думаете делать? Поступать. Куда? Ну, или на повара, либо на стилиста. На повара, стилиста, да. А с отцом ребенка как вот, а контакт поддерживаете? Нет, мы не общаемся. Он вообще знает, что у него есть ребенок? Нет. Не знает, да? А как так получилось? Не знаю. Ну, вы ему не говорили, что ли, просто? И знакомых общих нет, которые бы ему сказали? Ну, мы уже с знакомыми не общаемся. Давно, можно сказать. Ну, а вы сами хотели бы, чтобы он общался с ребенком, как-то восстановить отношения, может быть? Нет. Или это было просто мимолетное такое знакомство, связь? Ну, мы просто долгое время встречались. Ага. Он сам из Твери? Ну, он был. Он много где жил. Но потом приехал в Тверь. В Твери, наверное, месяца четыре жил. Потом опять уехал, потом опять приехал. Но с момента рождения ребенка вы с ним связь не поддерживаете. Даже он не знал, что его беременна, насколько я понимаю. А почему вы ему не сказали? Не захотел. Плохой человек? Ну, можно так сказать.